Всем привет, мои дорогие зрители. Я только что вышла с работы и еду домой. Но у меня будет небольшая остановочка. Я хочу заехать в торговый центр. Завтра возвращается моя коллега из декрета. Девушка, с которой я непосредственно работала, с которой я начинала работать здесь. И я хочу ей купить какой-нибудь небольшой презентик. Все, я наконец-то дома. Пришла минут пять назад. Смотрите, на часы без пятнадцати девять. Ужас. А вышла я из дома сегодня полседьмого. Ну да ладно, и давайте я вам покажу, что я купила в подарок. Значит, купила шоколадку. Мерси. И купила блокнотик в магазине Кравец. Вот такой вот блокнотик. Мне очень понравился. С таким кошаком интересно нарисованным. Кстати, если кто не знает, то все блокноты, которые продаются в Израиле, все книги на иврите, они открываются вот в эту сторону. Вот такие дела. В общем, такие я презентики выбрала для своей коллеги. Знаю, что можно было выбрать что-то и поинтереснее, и поприкольнее. Но за пятнадцать минут до закрытия магазина и после двенадцати часового рабочего дня, я думаю, я выбрала неплохие подарочки. Вот. И сейчас я буду ужинать. И ужинаю я сегодня вот таким очень вкусным сливочным супом с семгой. Ням-ням-ням. Я мечтала об этом супе сегодня весь день. Да. Все. Приятного мне аппетита. Сейчас поем, пойду в душ и спать. Что-то супом я не очень наелась, поэтому догоняюсь вот таким вот сыром с плесенью. Это, по-моему, у меня камамбер, если я не ошибаюсь. Или бри, или камамбер. Ой, люблю сыры с плесенью и люблю их забивать кока-колой. Да. Знаю вредно, знаю гадость, знаю химию, но ничего не могу поделать с собой. Обожаю все. Всем доброе утречко, мои дорогие зрители. У нас сегодня пятница утра. Первый выходной день. Мы отвезли Янчика уже в садик. И сейчас я буду завтракать. У меня вообще начались сложные времена, потому что скоро у нас будет праздник Ханука, а это значит, что везде начинают продавать пончики. Пончики, которые я очень-очень-очень люблю. В общем, у меня начинается борьба моей любви к пончикам и желание сохранить свою фигуру в том состоянии, в котором она сейчас. Но чувствую, чувствую, что, как и всегда, как и обычно, в этой борьбе победят пончики. В принципе, это обычный пончик, сверху посыпанный сахарной пудрой, а внутри, внутри с повидлом. Ё-моё, вы не представляете, какая это вкуснятина. На самом деле, я очень сильно ждала, когда же начнут продавать мои любимые вкусняшки, потому что вот такие именно пончики продают только несколько месяцев в году. До Хануки и немножко после Хануки. Ну всё, буду завтракать. Приятного мне аппетита! Ням-ням-ням-ням-ням. Какая тебе нравится? Да. Мы приехали в магазин лампочный, покупать лампочки домой. Наконец-то! Вот это тоже. Красивые лампы. Ну они какие-то все громоздкие, а вот эти вот наверху, которые висят. Вон там же ещё есть. Кругленькие. Там ничего не видно, там темно. Тут никого нету вообще, гуляй. Где продавец, где что? Мне вот эти плоские нравятся, они на потолке мало места. Будут занимать. Купили мы лампочку, а вот это одна из её частей. Вам уже интересно посмотреть, что это будет за лампочка. Вот такая вот длиннющая палка. Ну что, давайте я вам покажу, какие мы лампочки купили в зал. И что это была за палка. Вот Андрей только что поставил. Бабабам, барабанная дробь. Хопа! Вот эта палка, которую мы грузили на машину. И на неё крепятся разные лампочки, разные споты. Мы ходили долго по магазинам, выбирали, какие лампы нам купить. И ни один из вариантов нам не нравился. Какие-то они все были неинтересные. Ну а потом мы увидели такую инсталляцию. На вот такой палке было навешано очень-очень-очень много таких спотов. И мы подумали, почему бы нам не сделать что-то подобное дома. Просто с меньшим количеством этих спотов. И так и сделали. В общем, мы взяли эту палку. Не знаю, как она называется. Как она называется? Профиль. Профиль? Да, так и вот. И взяли на неё пять спотов. Разных по цвету и разных по размеру и по форме. Вот. И сделали такую инсталляцию дома. В общем, пока что не знаю, нравится мне это или нет. Выглядит однозначно необычно. То, чего мы, в принципе, хотели. Но надо к этому привыкнуть, конечно. Давайте я вам покажу поближе, что это за спотики. Каких они форм и размеров. Наверное, лучше выключить свет. Да? Надеюсь, видно хорошо. Здесь у нас маленькие беленькие обычные формы. Здесь у нас один золотой. Решила я добавить какой-то всплеск цвета такой яркий. Вот такой цилиндр золотой. Это такой побольше чёрный. Этот кругленький. И это тоже такой длинный цилиндр. А это дырка, которую Андрей должен замазать. И делает вид, что он храпит и ничего не слышит. В общем, будем привыкать. Будем ещё покупать сюда спот один. И сюда. А ещё Андрей наконец-то повесил фотографии. Помните, сколько лет назад... Сколько лет назад, точнее, ладно, не лет, месяцев назад, мы получили с Алиэкспресс вот эти рамочки для фотографий. И сколько времени я ждала этого великого момента, когда Андрей их повесит. Я должен был подготовиться морально, поставить свет, узнать, где они должны стоять. Над диваном я тебе сразу сказала. Вот, тут, правда, надо ещё вставить несколько фотографий, у нас не хватает. А эту штуку я, когда собирала фотки, я чуть-чуть перепутала. И неправильно вставила фотографии. То есть, надо распечатать ещё фотки для этой последней штучки. Но выглядит всё довольно симпатично. Посмотрите, как виски у нас линяет. Посмотрите, это вот всё волосы, которые у него вылазят. Нельзя на диван. Диван это... Дог-фризом. Дог-фри. Дог-фри. Я такой же. Блин, мороженое хочу. Рыжий, рыжий. Каматый. Дай пять. Дай пять. Дай пять. Дай пять. Служить. 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 Покажи виски. Ой, ты молоденький. А ну, стоять. Стоять. Что вам надо? Вы мне няшку никакую не предлагаете. Ещё стоять заставляете. Виски, стоять. Стоять. Ай, больно, падла. Стоять. Ой, ты какой красивый. Ой, какой красивый пёска у нас. А ну, загорать. Давай, загорать. Ай, ты какой-то опять. Вот так вот Андрей с виски играется. Вот посмотрите, Андрей с виски поиграли с ним ножка. Радом с диваном. Посмотрите, сколько шерсти на полу валяется. Ты маленький завод по производству шерсти на пол, да, виски? Да, виски? Ужас. Прям клоки шерсти. Что мы будем с тобой делать, а? Линька ты маленькая. По старой доброй традиции заканчиваем наш влог поеданием вкусняшек. Да. Заказали мы в Джапанике суши. Ну, давай, покажи, что ты там заказал. Что ты там привез. Три салфетки. Вау. Три набора паучи. Это для тебя специально. О, это хорошо. Торияки есть. Главное, чтобы торияки и инжир, хочу сказать, имбирь был. Это очень микс какой-то непонятный. Это, похоже, тоже непонятный микс. Окей. Это саламон. Ага. Это еще и такой же саламон. Я как бы сильно фунтальен не пришел. Побольше саламона. Побольше саламона. Они Филадельфию не хотели добавить почему-то. Нями-нями. На самом деле мы Джапанику не особо любим и уважаем. Не то, что у нас просто с ними был конфликт, но сам по себе магазин, ну... Ресторан. Ресторан они будут. Да, но я не сказала бы. Я не могу сказать, что это самый лучший ресторан, в котором мы когда-либо ели в Израиле. Вот. Но сегодня у нас не было выбора. Сушу очень хотелось. А поблизости ничего другого у нас нет. Вот. Нет ничего другого, не кошерного, потому что сейчас шаббат, и рестораны работают только не кошерные. Вот. И тоже по старой доброй традиции, кстати, уже немного забытой, кушаем суши и смотрим Интерстеллар. Интерстеллар. Виска, ты пришел на запах, да? Ну все, будем с вами прощаться. Приятного нам аппетита. И если вы тоже сейчас будете есть, то вам тоже приятного аппетита. И до встречи в следующем влоге. Пока-пока. Не покупайте суши в Жапании. Что за домашние? Я не знаю. Почему? Ну вот не может нормальный ресторан такую развалюху продать. Не может. Ну да, согласна.